Здравствуйте! С вами я, Егор Галёв, и информационный выпуск «День за днём». О самом важном и интересном территории Татарского района сегодня в нашей программе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ортюхов и Николай Сальников посетили отделения больницы, в которых проходит лечение дети. От депутата законодательного собрания Новосибирской области всего было передано 20 подарков. Сладости получили не только дети младшего возраста, но и ребята постарше. Гости поздравили детей с наступающими праздниками и пожелали им скорейшего выздоровления. В ходе визита Евгений Ортюхов отметил, что в Татарской центральной районной больнице для людей, которые находятся на лечении, созданы все необходимые условия. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В конце декабря глава Татарского района Владимир Смирнов приехал поздравить ветерана Великой Отечественной войны Михаила Петровича Иванова. Михаил Петрович, добрый день. Здравия желаю. Ветерану вручили памятный нагрудный знак 75 лет битвы за Москву. Это одно из ключевых сражений Великой Отечественной войны, которое произошло осенью 1941 года. Советские солдаты тогда одержали победу, сильно повлиявшую на дальнейший ход развития событий. Получаю вам награду, которую подписал Собянин Сергей Семенович, 75 лет битвы за Москву. Это удостоверение. Спасибо. Жалоб на здоровье у Михаила Петровича, как он признался, нет. Хотя болит рука и на демонстрации ходить теперь уже слишком тяжело, ведь ему все-таки 95 лет. Ветерана поблагодарили, поздравили с наступающим Новым годом и от души пожелали здоровья и благополучия. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В преддверии Нового года школьников собрала традиционная елка главы района. Хорошее настроение дарили ребятам знакомые всем герои. Праздничная программа, созданная коллективом Центра детского творчества, была посвящена потерянному времени уходящего года. В течение всего новогоднего приключения, утраченные минуты, возвращали такие персонажи, как Барбоскины, Фиксики и Смешарики. Со словами поздравления к зрителям обратился глава Татарского района Владимир Смирнов. Всем добрый день, дорогие ребята, уважаемые взрослые. Я поздравляю вас с поступающим в 2017-м Новым годом. Хочу пожелать, конечно же, ребятам это учиться на 4 и 5 в 2017 году, принимать участие во всех спортивных и культурных мероприятиях. Во всем присутствии хочу пожелать здоровья и благополучия. С Новым годом! Также со словами приветствия к участникам мероприятия обратился председатель Совета депутатов Татарского района Евгений Артюхов. Помимо развивающегося сюжета, новогодняя программа состояла из вокальных и танцевальных номеров. Не обошлось и без подвижных игр, которые увлекали собравшихся ребят. В завершение праздника к детям вышли Дед Мороз и Снегурочка, которые никого не оставили без подарка. Светлый праздник Рождества Христова собрал жителей нашего района 6 января в Доме культуры Родины. Уже стала доброй традицией проводить такие вечера в канун Рождества. Рождество Христово является одним из главных христианских праздников, который был установлен в честь рождения в оплоти Иисуса Христа от Девы Марии. В ночь на 25 декабря по старому стилю и 7 января по новому во всех православных церквях совершается торжественное богослужение. В начале праздника со словами поздравления ко всем присутствующим обратился глава Татарского района Владимир Смирнов. Каждое Рождество мы ждем с нетерпением и надеждой, как светлый и радостный праздник. И готовы поделиться этой радостью, поздравлениями и подарками со всеми, кто нас окружает, проявить заботу, любовь и милосердие. Искренне желаю вам мира, здоровья и добра. Это так необходимо всем нам для созидания нашего благополучия. Пусть праздник Рождества Христова принесет в каждый дом мир и достаток, покой и терпение, счастье и радость. С праздником, дорогие друзья! Также со словами поздравления ко всем участникам мероприятия обратился председатель Совета депутатов Татарского района Евгений Артюхов. Я желаю вам добра, мира, любви и самое главное, чтобы в нашей жизни все было хорошо. С праздником вас всех, любимые наши жители района! Концертная программа состояла из песенных и танцевальных номеров юных и взрослых артистов. На мероприятии присутствовали представители Храма Покрова Пресвятой Богородицы. В преддверии этого праздника я хотел бы пожелать мира, любви, здравия, спасения, помощи Божией. И хочу отметить, что праздник Рождества Христова, он не один день празднуется, а несколько дней, и эти дни называются святками. Я еще хочу пожелать, чтобы мы эти святые дни прожили действительно свято, чтобы занимались делами богоугодными, делами милосердия. Храни всех Господь с праздником всех! По традиции была разыграна Рождественская лотерея, участники которой не остались без подарка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сразу после программы «День за днем» новый выпуск молодежной видеопрограммы «Улица Свободы». С вами был Игорь Галев. Всего доброго и хорошего настроения! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА